Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем занятие, которое я проводил в Потеряевке, садея восстановления с 91-го года. И кое-что записал Игорь Барабаш. Видно, что они полностью оторваны. А потом все мне пришлось перевести в Борт. Никто не помогал. И специально мне сделал один ногой наступать. По словам так рвал, рвал, рвал. В течение зимы 123 проповеди сделал. Книга и писательство. То есть это по событиям было. Какая-то книга была. Книгу кто-то привез или что-то. И о ней стал говорить. Если бы сегодня воскресить людей, живших 200 лет назад, то если бы они посмотрели на нынешнее поколение, на норовы, в каких им потребуется жить сейчас, то они согласились бы, пожалуй, умереть, нежели жить. А узнав, как ведут себя сегодня в школах, посчитали бы, что мир сошел с ума. А это мы узнаем из книг, которые нам говорят, как в книге Виктора Гюго в Отверженных, что женщина, когда была молодая, и садилась в кабриолет по сегодняшнему в машину. Кабриолет. И пришлось ей поднимать платье, а платье было до земли. И один из гусар увидал у нее щиколотку, и оно до самой смерти вздрагивало, что ее такой чужой мужчина видел. Понятно, даже вообразить невозможно, какое было целомудрие. Игнать Иванович, просят включить в скайпе их. Ага. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я и забыл про них. Там дело, чтобы звук ухлечить был-то. Безразличие какое. Где звук? Так. Я нажимаю. Как я включить? Дальше-то что? Нажмите трубку тогда. Однажать? Да. Слава Богу. Маленько, хоть чуть-чуть дай, чтобы можно было понять. Я не знаю, включилось или нет. Сигнал еще идет. Маленько, дай, чтобы я услышал, а потом можно убрать. Все. Все, готово. Готово, да. Мы начали читать. Люди не слышали, придется пересчитать. Заново, прочитай. Это тематические занятия были в Потеряевке. Книга и писательство. Считай. Если бы сегодня воскресить людей, живших 200 лет назад, погромче, маленько, то если бы они посмотрели на нынешнее поколение, на нравы, в каких им потребуется жить сейчас, то они согласились бы, пожалуй, умереть, нежели жить. А узнав, как ведут себя сегодня в школах, посчитали бы, что мир сошел с ума. Это мы узнаем из книг, которые нам говорят, как в книге Виктора Гюго, в Отверженных, что женщина, когда была молодая, садилась в кабриолет, дальше в кабриолет, по сегодняшнему в машину. И пришлось ей поднимать платье, а платье было до земли. И один из гусар увидал у нее щиколотку. И она до самой смерти вздрагивала, что ее такой чужой мужчина видел. Что ее вот такой, вот такой, что она не совсем прикрытая. Не такой мужчина, а именно вот такой, какая она. А сегодня считается приличным перед всеми обнажиться. И пусть мужчины тебя ощупывают. Смотрят размеры твои, и может даже премию тебе дадут. Мисс без стыдства, или мисс наглости, мисс разврата, или мисс неприличия. Сейчас каждый год в Барнауле проводится соревнование мисс мокрая майка, чтобы ее обтягивала мокрая одежда. И что они там проделывают, чтобы награду телевизор получить? Заполучить. Заполучить. И все снимается на телевизор. Одна решила превзойти всех и сбросила в себя вообще эту майку. А телевизор ей все-таки не дали. Показали ей фигу. Что о книгах говорит Библия? Библия. Тут есть писатель среди нас сегодня. Он пишет разные исторические книги. Но говорит, что еще беседа другая на эту тему, и он бросит писать. Вот с ним я поговорил. Могу даже назвать его. Шаркасов Георгиев. И он пишет. Я говорю, ты говоришь, Иоанн Кроштадский сидел, тут было дерево, когда маленький был, залез на дерево. Откуда ты знаешь, где это дерево? Ты его видел? Нет. Ну а как же ты так пишешь? И он сказал, ему сказали прямая речь. Ты это уверен? Нет, конечно. А зачем пишешь? Ну мне чем-то надо питаться. Вот и весь ответ. Кормежка. Дальше. Значит, не бесполезны все-таки были наши встречи. Слово книга по-гречески «Библиос». Библия – книги в переводе на русский язык. В этом слове ничего больше не заключается. Ни священные, и никакие другие, но просто книги. Это слово относится и к Корану, и к ведам, к сочинениям Ленина, Сталина, Гитлера. Везде стоит это слово «Библия». Слово «Библия» еще ничего не выражает. Когда говорят «Священное Писание», это второе название у Библии. Делается более понятным. То есть оно… Священно нажать? Не знаю, что это он звонит. Нажмите. Ну, ничего нет. Отключить – это да. А что теперь сделать? Отключить. Отключить здесь? Да. Что он звонит? Видишь, что делается? Это… Я не знаю, еще дальше. Так, ну… Ну, для кого Священное Писание? Есть и у других религий священные их книги. И третье название у Библии – Слово Божие. Вот это название уже определяет окончательно и выделяет Библию в разряд особых и неповторимых книг, говоря об авторстве этой книги книг. Сегодня… Ты понял, о чем читал? Три названия. Я понял. Он конкретизирует непосредственно, что оно от Бога. А священное, оно священное и для многих других. Дальше. Сегодня мы говорим вообще о Библии. И в частности, о Библии. Как эпиграф, к сегодняшнему занятию нашему будут слова немецкого реформатора Мартина Лютера. В мире есть только одна книга – Библия. И только одна личность – Христос. Все остальное только в этом филиппийцам 2021-2021. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен, не буду. Но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение. Вне Христа стоит тире, хоть чуть-чуть тормози. Ты считаешь просто сплошняком. Для меня жизнь – Христос и смерть – приобретение. Вне Христа нет жизни. Если человек не родится свыше, ну-ка, пришли. Узволит он. Нажать? Нет. Ну ладно, читай дальше. Маленько, оставь хоть чуть-чуть, чтобы я слышал. Борьба пошла за кнопку. Читай. Ладно. Если человек не родится свыше в этой жизни, то он горько пожалеет. Зачем он вообще родился на этот свет? Библиотека, книга, хранилище. В Библии это слово встречается 163 раза. Вот первые три раза, где это слово «книга» впервые встречается в Библии. Исход 17.14. «И сказал Господь Моисею, напиши себе для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о малекитян из Поднебесной». 24.7. «И взял книгу Завета и прочитал слух народу и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Исход 32.32. «Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, которую ты вписал». О какой же книге речь идет? Это событие отстоит от нас на 36 веков. Есть библиотеки человеческие, и здесь в них входит и Библия. Но есть книга одна, которая нам неведома, и она самая таинственная и желанная. Сейчас у многих есть библиотеки под свет корешков, чтобы подходили к буфету, к мореному дубу. А содержание многих книг их владельцы и в глаза не видали. Все заменил телевизор. Есть одна эта книга, и она находится на небе, и называется книгой жизни. В этой книге написаны имена, где может быть миллион Владимиров, но каким-то особым светом сияет каждое имя. Это имя или какое-то иное будет написано на том месте, куда и антихрист поревнует поставить свое имя. Откровение 14.1 И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. 22.4 И узрит лицо его, и имя его будет на челах их. Считай Откровение 2.17 Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Но как? Этого глаз не видел, когда непокорные и сластолюбивые, кровожадные евреи грешили без ума, и Бог решил истребить эту коварную нацию с лица земли, но Моисей ходатайствовал за нее. Ни одного тогдашнего ожида не останется. Первым антисемитом был Бог и Егова, но Моисей решил умереть вместе с ними, если Бог не пощадит их. Пожайся по конкурсу. Как сердце трепещет, когда себя не видишь в списках. Нет. И в глазах все по-другому выглядит. Как я домой приеду, что скажу родителям? И вдруг кто-то говорит, что есть второй список на втором этаже. Я помню, как я обогнал всех и уже глаза мгновенно выхватывают нужное. Как сразу все остановится на свое место, когда ты себя находишь. А если этого нет, бывают списки на расстрел. Тут уж от обратного счет идет. Или на награду. И есть только одна книга, которая названа книгой жизни. Выходит, что все остальные не претендуют на это название. Вот если человек в эту книгу не будет вписан, все остальное не имеет абсолютно никакого смысла. Вся твоя жизнь, наполненная званиями, наградами, зарплатами, домами, машинами, это дым, который улетучится. Яков 4.14 Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Матфея 16.26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп дат человек за душу свою? Об этой книге говорит порок Даниил, а 12.1 И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены, будут записанными в книге. В рай выйдут только те, кто будет найден записанным в этой книге. когда апостолы, которых никто не знал, рыбаки, сборщик податей, некоторые были как мафиози, Симон, Зилот, и вот такие люди получают от Бога власть над нечистыми духами. Лука 10, 17, 20. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. И настолько было необычным для учеников то, чем они уже обладали, что они обрадовались и рассказали Христос о своей власти. Радуйтесь тому, что скрыто от глаз, что ваши имена уже занесены в ту самую главную единственную книгу жизни. Теперь вы свои небу. Там вас уже могут на перекличке вызвать хотя бы и сегодня. Какая бы тебя не постигла радость, родился ли сын, получил ли звание героя, это ничего не значит, если ты не будешь вписан в книгу жизни. Не поступил в институт, это еще ровным счетом ничего не значит. Многих сегодня туда принимают по блату, за взятки. Об этой книге мы и будем говорить. Они много сказаны в откровении. Книга закона Божия писалась не так, как пишут обыкновенные писатели сегодня, ибо у них есть навык. Они сидят с архивами, едут в разные библиотеки, за границу, узнав, что его герой там был. Может быть, там обнаружат какие-то следы. Божьи же книги пишутся совсем не так, а по внушению. 2 Тимофея 3.16 Все писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. 2 Петра 1.21 Нажмите. Дальше. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божьи человеки, будучи движимы духом святым. Что мы сейчас считаем, это будет в интернете стоять. Беседа в Потеряевке занятия. Сегодня называется как? Книга и писательства. В фильме о законе показано это, что как бы лазерный луч обвивает скалу и бьет в стену камня и плавится камень и пишутся глаголы Божии. Не убей, не преливодействуй, не укради. На сердца человеческий дух пишет незримо, тихо и нежно. Еремея 31-33 Ну вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренностях и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Когда ты впервые читаешь закон Бога, то ты еще ничего и не знаешь, но твоя совесть уже говорит, о, если бы так люди жили, я вот об этом и мечтал, чтобы такая правда была, чтобы так жили по любви. Это все я видел в сладких снах. Неужели есть это где-то? Есть это заключено уже в нашем уставе. Мне говорил в земельном краевом комитете Кожанов, начальник отдела, что когда читали люди из района наш устав, там, то женщины до слез полюбили его, говоря, неужели есть такое место, где по такому уставу живут люди? Их особенно тронуло то, что бутылка не рассчитывается у нас. Неужели есть место, где не курят? У нас же на территории деревни нельзя курить. Когда бык забодал чуть не до смерти одного из наших братьев, то как дальше дело было? Все тут же ему на помощь, и ему дом докончили возводить. И еще к моей сотруднице на работу ездил ее муж, и на самом он живой, а машина разбита. Она стоит рядом с ней и охраняет ее, пока увезут ее в гараж. Живет же совсем рядом. И она не может ничего поделать с ворами. Идут люди, и ее отталкивают, и лезут в машину, и отрывают, что им нужно. Она кричит, я хозяйка машины, ее гонят, иди, пока морду тебе не разбили. Она скорее домой, и принесла покрывало на машину, и тогда только утихли прохожие. Это уже совсем по-советски. Мародеры наши, знакомые и законные. Библия писалась так. Бог диктовал, Моисей писал, а народ единодушно голосовал. И ни одного воздержавшегося или противостоящего не было. Не было. Не было никаких референдумов. В Божьем плане нет большинства, ибо Бог дает истину в конечной инстанции. И нужно принимать и исполнять тотчас же за неприятие смерть. Если бы люди знали веру православную, как она уже известна была на соборах, то знали бы, что это самое нетерпимое, что создано. Это самое справедливое, что дает жизнь. Там надвое ничего не говорится. В одно русло все идет. Добро или зло разделяется четко и бескомпромиссно. Матфея 7.14. Потому что тесны врата и узок путь ведущий в жизнь и немногие находят их. Почему тесны непонятно? Почему не тесно? Тесно. Узкий ни с папиросами, ни с выпавками туда не пролезешь. Второзаконие 29.20.21. Не просит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека и падет на него все проклятие завета сего, написанное всей книге закона. И изгладит Господь имя его из поднебесной. И отделить его Господь на погибель от всех колен израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона. Вот какие страшные слова. А как его не отделят? Он уже отделен. А он в церкви не имеет значения, его уже нету нигде. благословение и проклятие произносит вся и все отвечает Аминь. Закон был дан не для нарушения его. За нарушение грозилась смерть. Если там рассорится муж и обзовет жену, чьи-то дочь непотребным словом, то тут же разворачивают простыни после ее первой брачной ночи, и лжесвидетель будет наказан. И вот он возводит на нее порочные дела, говоря, я не нашел у дочери твои детства, но вот признаки детства у дочери моей, и расстелют одежду перед старейшинами города. Левита 21.9 Если дочь священника сквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Если просто такая, то ее убить, а это выше, к дому отца привезти, возле дома развести, костер и сжечь живьем, потому что она была в доме священника. Второзаконие 22.24 То обоих их приведите к воротам того города и побейте их камнями до смерти. От раковицу за то, что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опорочил жену ближнего своего. И так истреби злой среды себя. Ну, надо же убеждать как-то. Ты за эти слова уже отвечать будешь. Эта книга говорит о том, как попасть в рай и как спуститься навсегда в ад. Когда человек принимает правильное крещение, уверовав в Господа нашего Иисуса Христа, то имя его записано на небе. Но оно может и сгладиться. Есть только три известных нам человека, которые просили, чтобы Бог вычеркнул их из этой книги жизни. Первый это Моисей, второй апостол Павел, римлянам 9.3. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных не по плоти. И Серафим Саровский. За Израиль таких людей было два, за немцам ни одного, за другие нации тоже не знаем, кто еще так говорил. За русских есть. Особая молитва России и особо священника. Это как раз и говорит о тревожном состоянии именно этих пастырей ныне. Но так глубоко пала церковь, что Бог Савоов ответил Серафиму, не пощажу и не помилую. О русских архиереях и священниках уже произнесен приговор и на их действия и обман. Они предлагают людям человеческую мякину вместо божественного чистого зерна. Еремея 23, 28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. Что общего у мякина Господь. Эпиграфом ко всем этим приговорам против священства всегда будет вот это местописание. Псалом 118, 113. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Не нужно думать, что верующие это какая-то обезвольная тряпка, которая совсем соглашается и все принимает, чтобы ему не сказали пасты. Это все сегодня так попы понимают. Как так вот находят. Вот они сидят изгаляются надо мной томский благовес Дудин и что говорят? А вот знаете, там Ракин стоит, который руководит ими, а вот был такой, и вот он по неделе не ел, и братья стали его прославлять, и он чтобы не прославляли, и он тогда стал безобразничать кулаком по столу, дайте мне жирного, ему в рот нельзя мясо брать, монаху, и он чтобы показать, что не такой, чтобы его начали хулить, и они так восхищаются, вот он правильно сделал, вот он заставил хулили, а он там безобразничает, ругается, там матерится, или что, это все считается нормально, главное, чтобы его не похвалили, почему? А их хвалить-то не за что, они приговоренные, это сидят приговоренные, если одна душа погибет по твоей небрежности, златоуст говорит, тебе всей жизни не хватит, о священник, и они сидят и сгаляются, они думают, говорят против, вот теперь какое-то мне зло, а какое зло? Горе, когда о вас всех будут говорить хорошо, они от меня горе отводят, горе смеющимся, горе, они даже этого не понимают, они вообще ничего не понимают, и далее, явно это не тряпка, это камень, который никуда не свернуть, 1 Петра 2,5, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом, у них есть гранит, тот камень в угловой части, на который можно беспроигрышно строить будущее, 1 Петра 2,7, и так, он для вас, верующих, в драгоценность, а для неверующих, камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, и если дело стоит того, то верующие жертвуют за него жизнь, были люди, которые жертвовали жизнь за книги, у нас тут не было телевизоров, но вот уже растут антенны, пошел процесс, и эти люди уже обречены на Мекину смотреть, а в Блевотину хлебать вместо живой воды, Исайя 28,8, ибо все столы наполнены отвратительную Блевотину, не чистого места, Иеремия 2,13, ибо два зла сделал мой народ, меня источник живой воды оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды, слава Иисусу Христу! Я встречаюсь с этими людьми из года в год, и ясно видно, что духовно не только не растут, а пятятся назад. Кому бы верили свои души, у меня телевизора никогда не было, даже краевая администрация в лице ни одного работника хотели меня вывести из той тьмы, и хотели подарить мне низшие модификации телевизор, но я отговорился, что некогда его ставить, он мне и не нужен, по радио за одну минуту я узнаю, где погиб кто, и что в России еще президент Нижелиновский, вся массовая культура все это хлынуло через ящик гробовой. Американский бизнесмен говорит, моя дочь не читает книги, она смотрит телевизор, но погасло, осталось серое пятно, экран, моя дочь не научилась ни петь, ни вязать, ни скакать на коне, она ничего не умеет, она живет чужой жизнью, ведь нам все в таком кубкуцем, обрубленном виде, в таких культяпных обглоданных объектах подают, то и на дух бы не надо, не отпялиться, подавай, им бы хлеба и зрелищ, даже в самой лучшей экранизации, как братья Карамазовы, даже при артистах, таких как Ульянов, то и тогда по сравнению с книгой это только тень. Почитайте настоящую книгу и посмотрите, как экранизируется, при самом талантливом режиссере, при самых знаменитых артистах, за кадром остаются их мысли, чувства, переживания, видят только в готовом виде, поцеловал, выстрелил, умер, в той же крейцеровой сонате, в фильме, и сотой доли нет того, что в книгу заложено, Иисус Новин, принявший водительство над народом Божьим после Моисея, считавшимся вождем народа, говорит, Иисус Новин 1.8, да не отходится я книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. То есть точность приветствуется, сегодня они считают это никак нельзя, все точно. Ну и пост придумали это Ветхозаветное, не понимает ни жития, святых ничего не понимает, и сидят, и сгаляются еще. Ободрись. Тогда Иисус говорил о законе Моисея. Сегодня же это в расширенном варианте. Полная Библия в 77 книг, примерно 1570 страниц. Общее время звучания Библии при нормальном чтении 92-96 часов. Я ее начитывал на пленку, потому эти данные и имею. Есть много книг, которые были утеряны, минимум как 12 книг, о которых упоминается в Библии. Почему их Бог не сохранил? Ну и тогда еще у нас не было никаких данных и домов, это еще там два дома кажется, ну кто-то строился только. Я поэтому говорю по данным на 91-й год в то время, что много книг, которые были утеряны, что-то теперь еще можно было к этому добавить. 92-96, теперь я уже точно знаю, 89, 89 часов, кажется, которые нужно считать полную Библию с неканоническими книгами. Златоуст говорит, что евреи многое потеряли во время Павелонского пленения, еще больше уничтожили сами. Это похоже на наше поведение. Про нас что-то написано и не нравится, и человек берет и рвет в клочки и сжигает, даже не прочитав понравившиеся. Коммунисты о нас в разных газетах печатают, ну и пусть. Это нам тоже полезно, чтобы не дремали. И какие бы ни были о нас статьи, мы их не только не рвем, а стараемся растиражировать, чтобы показать их неправду. Евреи же уничтожали и самих авторов. Авторов? Может авторов? Авторов, кто писал книги, в которых они облегчаемы были. Иеремия, это шестая глава. Царь, не дослушав до конца, по четыре столбца отрезал и бросал в огонь. Бог же повелел написать это все снова и предложить еще добавок. Иеремия, 36, 23, 28, 32. Когда Иегудий прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне. Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все прежние слова, какие были в первом свитке, который сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи, так говорит Господь, ты сожег свиток сей, сказал, зачем ты написал в нем, непременно придет царь Вавилонский и разорит землю сию и истребит на ней людей и скот. За это, так говорит Господь об Иоакиме, царе иудейском, не будет от него и сидящего на престоле Давидовом, и труп его будет брошен на зно дневной и на холод ночной. И посещу его племя и его слуг за неправду их, и наведу на них и на жителей Иерусалима, и на мужей Иуды все зло, которое я изрек на них, а они не слушали. И взял Иеремия другой свиток и отдал его вару-ку-пису, сыну Нирии. И он написал в нем из уст Иеремии все слова того свитка, который сожег Иоаким, царь иудейский, на огне. И еще прибавлено к ним много подобных тем слов. Поэтому, если сказали о тебе плохое, ты не уничтожай этого, нужно сначала задуматься, правда или неправда. Прочитай на несколько раз, что в этом есть. А может быть это единственный человек, который тебе сказал правду, а друзья промолчали, любя тебя. Святого Пибина Великого поносили, а другие хвалили, а он говорит ЛЖЦ, все лгут, а ты один всю правду обо мне сказал, обозвал его старым дураком, что забрался в пустыню и ни одной мысли здравой родить не смог здесь. Тот обрадовался даже, что наконец-то о нем сказали всю правду. Садись, я о себе и о тебе еще хочу послушать, а то ходят листицы православные, хвалят меня зазря. Враги нам лучшие друзья, мне нравится выступление не христиан или не православных. Мне писатель Черкасов Володя и сделал замечание, что я часто ссылаюсь на Лютера. Как часто? Да я уже слышал, что третий раз. Так это не часто, я на Ленина чаще ссылаюсь, хотя более неприятного человека для меня нет. Пожалуй, никого, как этого бандита, погубившего Россию, продавшегося врагам Отечества, обольстителя Вселенной. Иисус Новин 10.10 Говорится о книге Праведного, которой нигде нет. Число 21.14 Книга Брани Господних Тоже нигде этой книги нет. Третья Царь 14.6 Книга Дел Соломоновых Упоминается она, но ее нет. Когда мы рождаемся, и еще ни дня не прожили, а в книге на каждого из нас уже все записано. Солом 138.16 Зародыши мы видели очи твои, в книге, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Когда ни одного из них еще не было. До одного дня нашей жизни, до одного нашего поворота уже заранее Бога все у нас было записано. Солом 55.9 68.29 68.29 Да изгладятся они из книги живых и с праведниками да не напишутся. Писали ли другие книги, которые не Бог давал? Писали. Были Севильные книги, волшебные узнаем из истории. Книги Платона, Аристотеля, Сократа, хотя он сам не писал, а писали его ученики. Остались исчисления Архимеда. В каждой области находились свои авиценны. Остались обрывки их книг. Экклесиас 12.12 А что сверх всего этого, сын мой, того, берегись, составлять много книг, конца не будет, и много читать утомительно для тела. Заметил это, что указания о книгах и часто цифры двойные, одинаковые, и числа на главу, и на стих. Деяние 19.19 А из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. Цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхму. Волшебные книги сжигать и не продавать их. Уже если зло пресечь, собрать бык книги все дожечь в Грибоедово. Мне приходилось в жизни ни одну библиотеку уничтожить. На мне много книжного пепла. Одна часть сжигается, а вторая безразличная, можно издать на продажу. И третья нужна это классики и добрые и по специальности. Только один выпуск мировой литературы 300 томов. Люди меня звали. Помогите нам разобраться. Мы не знаем, что теперь с ними делать, с этим Вольтером и Руссо. Сжечь окорочки мне на переплет. Неправильные мысли в технических книгах находятся быстро, но в книгах нравственных содержания чрезвычайно трудно выявить их. Возьмите книги Макаренко. Теперь Хаббарта популяризируется с Пока. Есть книги, у которых есть мысли дельные и есть бесовские. Здесь уже книгу нужно драть по частям. Люди пытаются жить по этим книгам. И, конечно же, ничего путного у них не получается. от книги Иванова, Рерихов, Блаватской, прочей сатанинской мудрости сжечь немедленно. Откровение 2.24 Вам же и прочим, находящимся в феотире, которые не держат стивоучения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Пророку Еремии было сказано, «Напиши, прочти и сразу же брось на дно реки». Непонятное повеление Иеремии 51.63 «И когда окончишь чтение всей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Ефрата». Вдруг открылся писательский талант у Ездры. Бог сделал так. Он собрал с собой мужей, скорописцев, и они писали 40 дней и написали 94 книги. 3. Ездры 14.44 48. Написаны же были в 40 дней 94 книги. «Никто не приходи ко мне ныне и не ищи меня до 40 дней». И взяли пять мужей, как он заповедал мне, и пошли мы в поле и остались там. И вот на другой день голос воззвал ко мне, «Ездра, открой уста твои и выпей то, чем я напою тебя». Я открыл уста мои, и вот полная чаша подана была мне, которая была наполнена как бы водою, но цвет того был подобен огню. И взял я и пил, и когда я пил, сердце мое дышало разумом, и в груди моей возрастала мудрость, ибо дух мой подкреплялся памятью, уста мои открыты, и больше не закрывались. Всевышний даровал разум пяти мужам, и они ночью писали по порядку, что было говорено им, и чего они не знали. Ночью они ели хлеб, а я говорил днем, и не молчал ночью. Написаны же были сорок дней девяносто четыре книги. И когда исполнилось сорок дней, Всевышний сказал, первое, которое ты написал, положи открыто, чтобы могли читать, и достойные, и недостойные, но последние семьдесят сбереги, чтобы передать их мудрым из народа, потому что в них проводник разума, источник мудрости, и река знания. Так я и сделал. Какой объем книг был, и что книга вообще тогда называлась? Были кожаные свитки, рулонами. Когда эти книги всплывут, и будут явлены, или просто это для информации, или под видом этих книг будут апокрифы гулять, пока не знаем. Во всяком случае, написано, что все до одной книги сгорят, все библиотеки мира будут уничтожены, и останется одна книга Евангелие. 2 Петра 3.10 Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля, и все дела на ней сгорят. Откровение 14.6 И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И тогда останется одна книга Евангелие, и даже не вся книга, но только Евангелие, ни одного здания, ни одного храма, и ни одного мавзолея, все разгладится и обновится из-под огня. Над миром плывет одна книга Евангелие. Для чего же она? И она на 12.48. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день. Все люди, живущие, жившие, и которые народятся, будут судимы по одному угловному кодексу, по Евангелию. Все уставы наши, деревенские, церковные, лагерные, составлены по этому вечному уставу, с учетом русского человека в рубашке и поясе. Как относились люди к книгам в Новом Завете и какие были книги? Как относились к людям, которые писали книги? У дедушки Крылова Ивана Андреевича есть басня «Разбойник и писатель». Писательские пошлые стихи выходят миллионными тиражами после его смерти. Разбойник же что натворил? Его жертвы через сто лет забыты, и под разбойником в аду огонь гаснет, а под писателем только разгорается со дня на день. Посмотрим из Ромео и Джульетты сколько людей после этого окончили жизнь самоубийством. Вот Степан Разин плывет, он топит персиянку. За что? Ему подражает теперь теряются девушки в университетах, а Гмыря Гмыря артист украинский тянет эту песню по всероссийскому радио. И разве Бог не знает этот высев? Пришел, напал, ограбил, изнасиловал и теперь топит девушку. Прими подарок адонского казака, есть чем поучиться молодежи. Даже у Некрасова распрямись ты, рож высокая, святую тайну сохрани. Какую тайну? Что Катька, если не умрет в родах, всю жизнь будет жить с клевом позорной девки. А этот вихлястый жеребец дальше пошел рож мять в соседней деревне. И как поют, как выводят голосиста бабы русские с подвизгиванием. И после них на подмостках нужно уборщице потирать полы. Вдумайтесь в реальный смысл этих песен и книг. Где их печатают? Что эта книга дает? Зачем она писалась? Поразить воображение развращенного человека? Ничего не стоит это блевотина. Но каковы будут последствия? Христос пришел в храм батюшка выносит книги их читает приедет может быть другой священник может быть скажет что-то по евангелию на данный день а тогда было так у евреев они сидят как у баптистов подходят к нему один из служителей и подал книгу Лука 4.17 Ему подали книгу пророка Исаии и он раскрыв книгу нашел место где было написано как они хранят эти свитки как разворачивают их Иисус читает слова которые они слышали многократно картина стремительно меняется от восторженного отношения к читанному и к вопросу они были явно не готовы он перенес события давнешнего времени на сегодня и они вздерились и уже ничто не стоит убить автора нового завета он показал на деле что и тогда язычники которых они с людьми считали были лучше это еврейские элиты так и сегодня какой вой поднимает когда кто-то скажет когда кто-то скажет в печати о грабеже русской нации евреями чубайсами гусинскими дерипасскими березовскими узнаем как и относились евреи к другим нациям и пить нельзя проходить по их территории нежелательно они же язычники скоты с человеческими лицами Иоаннов 21 25 многое другое сотворил Иисус но если бы писать о том подробно то думаю и самому миру не вместить бы написанных книг аминь это означает что если бы давать предыдущее то случилось что случилось перед этим и как привело к главному то этому будут посвящены тома так мне рассказывает одна женщина когда она собралась в магазин уже в двери вдруг слышит слово бог в своем радиоприемнике она поставила кошелку забыла даже куда я пошла как раз в этот день я и выступал она пришла на занятия прошел год другую она приняла крещение теперь уже из этой временной жизни ушла умерла в боге наша баба Дуня почему именно в этот момент она решила идти почему она не выключила приемник вот эти все тайные почему почему она ушла раньше на пенсию иначе бы она дома не была не было как она была отравлена на химволокне она одна из десяти осталась живая не раньше не позже эта передача была почему слепорожденный кто согрешил почему именно в этот день он тут сидел филиппийцам 4.3 и прошу и тебя искренний сотрудник помогай им подвязавшимся благовествований вместе со мною и с климентом и с прочими сотрудниками моими которых имена в книге жизни откровение 3.5 побеждающий облечется в белой одежде и не сглажу имени его из книги моей и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его откровение 21.27 и не войдет в него ничто не чисто и никто преданный мерзости и лжи только те которые написаны у агнца в книге жизни вчера рассуждаю с Черкасовым писателем который приехал по деревку откуда вы знаете что Шишко в это время почесал затылок а может в это время в носу ковырял читаем молодая гвардия про Олега Кашевого что он арестован никто его не видел и из камеры увели на расстрел а там столько написано что он думал какими словами Фадеев Александр подробно пишет о всем что было в камере с ним Библия этим не занимается она пишет о конкретном важном нет слов Библии может вероятно кажется там да и аминь поэтому-то людям и не нравится когда с ними разговариваешь по Библии они на тебя уж не думаете ли вы что это истина в конечной инстанции да я не думаю а знаю что это конечная инстанция каждый привык вносить какие-то коррективы подправки конституцию сохранять за счет дополнений Библия же в этом не нуждается откровение 22.18 и я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей если кто приложит что к ним на того наложит Бог язву которых написано в книге сей никакая санэпиденстанция не поможет притча 36 не прибавляй к словам его чтобы он не обличил тебя и ты не оказался лжецом если говоришь то рассказывай сон это или это из писания берешь или если ты будешь спрашивать что об этом говорит Библия то мы с тобой сойдемся а если ты будешь говорить не сверяясь с ней и наставить на своем то тебе не устоять Библия раздавит тебя нас должно интересовать только то что об этом говорит Бог какая библиотека была у апостола Павла но знаем что у него были кожаные книги и он их очень ценил в 3 Тимофея 4.13 когда пойдешь принеси филоль который я оставил в Труаде у Карпа и книги особенно кожаные книга тогда имела совсем другой вид я много лет работал переплетчиком и знаю как трудно их переводить в нужный вид и как ценить их надо русские люди писали и на бересте на столе картины рисуют на шкурах на глине а потом обжигали их учение свет а ученых тьма нравится рассказ про Отто Юлиевича Шмидта исследователя севера когда он был еще студентом то пришел к профессору и спросил какие книги нужно прочитать чтобы быть на уровне требований современности чтобы считать себя культурным человеком профессор составил ему список сколько же нужно времени чтобы это все прочитать 770 лет но я же не буду столько лет жить поэтому задай мне другой вопрос без каких книг вообще нельзя жить какие книги я обязательно должен прочитать на утро дал ему список а сколько это прочитать времени нужно 120 лет так я же не буду столько лет жить смей вложить вот эти книги и вложи себе за 20 лет учись быстро читать учись мало спать учись хорошо запоминать что не подходит ударение даже не заучил такие ляпы делаешь люди которые занимались книгами назывались книжниками сегодня в воображении людей слово книжник носит чисто отрицательный смысл эмоционально злобный характер книжники продали Христа книжники составили заговор хотя слово книжник не имеет ничего общего с теми делами какими он себя так худо зарекомендовал ли это люди образованные знавшие истории популяцизаторы своих идей поэтому читаем о книжниках иные иные мнения первое Ездры 7.6 Сей Ездра вышел из Вавилона он был книжник сведущий в законе Моисиев который дал Господь Бог Израилев и дал ему царь все пожелания его так как рука Господа Бога его была с ним в Библии это слово книжник встречается 79 раз в Нееме 13.13 и представил я кладовым шелемию священника и садока книжника потому что они считались верными и на них возложено раздавать части братьям своим в России было правило что если ты имеешь книгу и прячешь ее никому не даешь то на такого накладывался определенный штраф один мудрый человек говорил что если бы знанием не давалось условия никому его не сдавать то я отказался бы от самого знания Матфея 23.34 посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников и вы иных убьете и распнете а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город Матфея 13.52 он же сказал им поэтому всякий книжник наученный царству небесному подобен хозяину который выносит из сокровищницы свои новое и старое трость для измерения есть канон этим каноном для христианина является Библия но люди сами понаписали законы за которыми открыли Христа и поклоняются твари вместо Творца и кони мощам и ничего не знают о воскресшем живом Христе лживая трость священников все изуродовала в сознании доверившихся им Иеремия 8.8 как вы говорите мы мудры и закон так как вы говорите мы мудры и закон Господень у нас а вот лживая трость книжников и его превращает в ложь и за серебро и за золото книжники получали знания они искали справедливости но все уходило в обряд и в подглядывание за истиной мне за всю жизнь еще не приходило читать книги человеческой чтобы она на сто процентов была истиной даже и у златоуста не говоря о других и о канонах церкви проходит лет 10-20 и уже учебники стараются заменить на новые и так в медицине в технике во всех областях науки и кто бы согласился сегодня учиться по учебникам начала века новые способы определения болезней операции новой болезни по новому сеять обрабатывать землю Библия же стоит на месте и в этом ее красота и сила и неповрежденность любой специалист прошлых веков выйдя он сейчас живым он бы выглядел смешным и отсталым а знающий Библию Златоуст или Блаженный Феофилакт как будто наш современник и Феофан и Иоанн с нами здесь мы у них учимся сидим у ног этих учителей 3600 лет и ни буковки не меняется однажды задумайся и уже никогда не помыслишь что это человеческий ум составил ее Матфея 5 18 ибо истинно говорю вам доколе не придет небо и земля ни одна йота или ни одна черта не придет из закона пока не исполнится все Марка 12 38 и говорил он в учении своем остерегайтесь книжников любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях они учатся заканчивают семинарии и не осеменяются словом Божиим заканчивают академии получают звание богословов и не любят Библию и сами себя только видят в своих засушенных знаниях как будто все знания в том и состоят чтобы увести людей в сторону а не к Библии ко мне приезжали сюда люди которые имеют уже не одно по одному высшему образованию за плечами и о чем бы ни заговорил они топчутся на месте и крутят на пустыре своих измышлений и боязни они даже понять не могут что они трусы и коллаборационисты говорю что бороду нельзя брить а он бакенбарды это борда или нет ну ну что ты считай как следует борда борода борода или нет тут бакенбарды к чему отнести дальше когда же я приводил примеры что Дина дочка Иакова была бесчещена а слуги Давида очень бесчещены и этим как мне думалось наглядно показываю что не нужно себя подводить под такое бесчещивание и он мне выдал в этот приезд а если она выйдет замуж то будет ли тогда она обесчещена так и я я сам себе бред добровольно это тоже не будет обесчещивание вот это в семинаре это человек верующий вот как нужно уметь рассуждать как книжники это до этого не могли дотянуть там был по закону божий установлен брак а ты по какому закону это делаешь а вот представители московской патриархии это вытягивают так что Сергий Строгородский и Никон патриарх для них уже святые люди они думают их канонизировать спрашивают какой же целью ты это выпираешь такой силой когда стал говорить о поясе то такой патриархиец мне и выдал еще интереснее когда про бороду услышат мерзкие то они сразу же насык безопасность моей жены да как она с тобой спит с мордой такой с бородой такой с бородой как ты считаешь и говоришь правильно прочитал режь ты о бороде идет ну очнись такой так что же борода мешает чему-то а этот так что же ты и пояс никогда и ночью не снимаешь а как же с женой что с женой да что же у человека на поясе нижняя часть подвязана вот это уже все от грамотности патриархийной так мозги сбекренело несколько дней мы с батюшкой ему доказывали что писание выше предания а он доказывает что предание превыше всего потому что предание наше и по нему никто не отважился жить а по писанию все еретики живут нам оно и не нужно вовсе и при том человек не жестокосердный это но сразу же он сразу не наставлен на правильный на евангельский путь и вот он мучается где-то на свалке бродит и задыхается среди преданий старины глубокой ища кривой фундамент нужно все разблокировать снова в оглашенный и тогда уже водить года через три и Хрис сказал ему что иначе будете одним из самых лютых гонителей зарубежной церкви и патриархии всего что еще цена сегодня для вас положить нужно доброе основание евангелие Христос выше этого библиотеки выше этого библиотеки выше этого ничего нет ничего нет исчезнут не только эти библиотеки но и сами книжники ну это Дмитрий Сергеевич вы знаете такой был мудрый человек который говорил если исчезнут институты то столько не потеряет как с изновлением библиотек академик 1 Коринфянам 1.20 где мудрец где книжник где свопросник века сего не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие потом он и сказал если брошу писать то чем я буду кормиться чисто профессионально ложь идет и глупость задушила мудрость но если в церкви не торговать тогда на чем будет церковь стоять то есть если без греха то и жить не надо Серахов 10.5 в руке Господа благоуспешность человека и на лице книжников напечатлеть славу свою когда меня судили то судья и спросил кто прослушал все пленки какие я начитал и никто не мог сказать о себе это только тетя Тоня Бакланова моя подруга сказала что она прослушала все до единой кассеты катушки Серахов 38.24 мудрость книжная приобретается благоприятное время досуга и кто мало имеет своих занятий может приобрести мудрость привыкли прикрываться словом некогда и потому телевизор не выключается а слово Божие или божественная книга не нашла авторитета в доме и на занятии некогда и вечером в субботу некогда и воскресенье все ходят но это уже не может полностью заменить что могли бы иметь Серахов 44.4 они были руководителями народа при совещаниях и в книжном обучении вот так в житиях святых неоднократно говорится о тех которые не только читали заучивали но сами составляли переписывали 2 января Церафим Саровский читал много книг 8 января Иулиан сын начальника Кельси бросил мирские книги и затасковал хочу к царю 8 января Григорий продал книги выкупил своих врагов 9 января Палиевкт книги давал ему читать друг его христианин Неарх 23 января Геннадий Константинопольский говорил храните книги нами приобретенные 28 января Ефрейм Сирин был подан свиток ему он съел его и начал говорить Еретик дал ему книгу Аполлинария он поддержал ее тайно заклеил страницы и когда был диспут тот Еретик не мог открыть книгу пришел выпросил и говорит я друг его бабка у которой он жил на квартире Еретика Аполлинария дала ему и он дома там кастрюлю этого клея размазал ее и когда начался диспут она говорит как кирпичи считается вот это мудрый мы православно его победили 31 января Никита стал получать людей и все по Ветхому Завету что он насторожил обратью оказалось что его бес обольстил пообещал за него молиться в действительности же и все таки его спасли от этого братья 3 февраля Семен Богоприимец первосвященник Аду Елизар Елизар послал Птолемею второму Филадельфу лучший список святого писания 72 старца перевели за 70 дней писания на греческий язык с еврейского 1 марта Евдокия Евдокия может быть Евдокия все таки может быть Евдокия Евдокия у меня сестра Евдокия так Евдокия или Евдокия ну конечно Евдокия русское имя Авдокия а сестра у вас Евдокия говорите ну можно не Герман а Герман у тебя вообще кверх ногами все ставишь изобретатель луковый ну вы же говорите Дональд ну что Евдокия там все знают. Ну чего ты уж дуришь-то? Инок Герман читал за стенкой о страшном суде. Евдокия от этого задумалась и обратилась. 2 марта. В Арсенофе Тверской брал книги и отдавал, прочитав. Помнил все наизусть. 12 марта. Григорий Двоеслов книги переписывал. Это я из жития себе считал, когда начитывал и выписал. Симфонию составлял. 12 марта. Стефан книги списывал и тем прокарливался. 23 марта. Никон в чтении книг был ненасытим. 23 марта. Никон Печерский сшивал книги, а Феодосий готовил нитки и другое потребное в переплете. 30 марта. Иоанн Лествичник. Лествица. Настольная книга для монахов. Да и для мирян тоже. 5 апреля. Феодул на просьбу выдать книги отвечал, не отдам такого божьего дара в твои руки, мучитель. 16 апреля. Хеония. Хеония. Книги в нашем уме их невозможно взять. 26 апреля. Стефан Пермский собирал и изучал книги днем и ночью. 30 апреля. Иаков Завидеев. Волф Ермоген сжег все волшебные книги. 3 мая. Тимофей Чтец на приказ сдать книги властям, обращаясь к книгам, говорит, чадомый, могу ли я вас отдать. Мавра же, жена его, плакала после того, как ее мужа Тимофея арестовали. Кто же будет теперь читать вас, когда придет суббота? Кто же будет теперь читать вас, когда придет суббота? 11 мая. Мефодий. Книги осветили на славянском языке. Описание трехязыковой ереси, что запрещали служить на родном языке. 12 мая. Епифании. Диакон Савин ввел судопроизводство, хотя до этого переписывал книги. Стало поступать много жалоб. Тайно послушал его суды и сказал ему, неправильно судишь, иди переписывай книги. 21 мая. Константин. Заказ на 50 книг в отличном переплете. 23 мая. Ефросиния. Переписывала книги, раздавала, продавала. 24 мая. Семен Девногорец. На столпе 8 лет. Занимался молитвой и перепиской книг. 29 мая. Феодосия. Царь Лев сжег 300 тысяч книг христианских. Ой, ой, ой. 5 июня. Дорофей Патриарх. Изучил светские духовные книги. Составлял жития. 5 июня. Ава Дорофей не любил учиться и к книге шел, как к зверю. А теперь от чтения великая радость. Как к зверю шел, как к книгам. 9 июня. Кирилл Белозерский. Было в монастыре более двух тысяч книг. А тогда Ава Дорофей, которая мудрая книга-то написала. Все, Дорофей, Дорофей, как к зверю шел. 14 июня. Мефодий. Царь Михаил. Травля. Не любил книжное образование. Чтобы никто не обличил его необразованность и невежество. 15 июня. Иероним Стридонский. В видении ангел бил его плеть из-за чтения Цицерона, которого он считал добрым в словесности, а язык Библии грубым. Стал, плечи его были лиловыми. 21 июня. Феврония. Вриена, настоятельница над ее книгами, говорит. Кто будет книги твои читать теперь людям? 4 июля. Феодор Епископ не отдал книги. 5 июля. Афанасий Афонский. Переписчик книг за шесть дней. Переписывал псалтирь, не оставляя монашеского правила. Каллиграф Скорописец. Патерик переписывал за сорок дней. 8 июля. Прокопий. Приводится пророчество о Христе. Северных книг. 9 июля. Патермуфий. Не стал учиться разумения книжной мудрости и вдруг получил дар разумения книг. 9 июля. Кирилл Александрийский. Видел видение, что пришла Дева Мария, но к нему входить не хотела. Оказалось, что у него была в доме еретическая книга, которую Божья Матерь назвала своим врагом. 19 июля. Макрина. У нас три читали книги и день, и ночь. 11 августа. Евпл. Этот диакон носил с собой книгу, и потому его узнали. 15 августа Тит. Получил во сне повеление прочитать еврейские книги. Прочел из Порока Иса 41 главу. Обновятся острова. И это был ключ к познанию истины. 3 сентября. Анфим. Вышел указ при Диаклетиане по новощрении галерии. Сжигать все христианские книги. 12 сентября. Фанасий и Серпуховский. Книги ценили наравне с иконами. 16 сентября. Киприан Киевский. Переписывал и переводил книги. Написал о прощении. 17 сентября. Надежда. Ответила Трояну. От одних книг на учения у нас. 21 сентября. Дмитрий Ростовский. Жития составлял до последнего дня. С ним был этот труд. Рукописи все велел положить с собой в гроб. Чтобы потом не расследовали, я думаю, не увидели, что-то там придумывал. 23 сентября. Иннокентий. Митрополит Московский. Перевел на туземские языки книги. Заказывая себе книги. Просил, чтобы были переплетены на веревочках. По-старинному. 4 октября. Амнон. Любой к святым книгам у него была от юности. 4 октября. Гурий. Находился в подземелье. И спросил бумагу. Писал азбуку. Раздавал. Переплетены на веревочках. Ты знаешь, что это такое? Что это такое? Ну, я тебя спрашиваю. Знаешь или нет? Я вас спрашиваю, что это такое? Да ты мне не спрашивай, когда я уже спросил тебя. Если не знаешь, я тебе скажу. Вот на веревочках переплетено, что я делал. Как? А вот каждая тетрадка, вот здесь, которая тетрадками, она привязывается к веревочкам. Эти веревочки, вот они, капроновые, вот тут разглаживаешь, костным клеем приклеиваешь. А это в пальчик. Ее хоть как тряси, ее не оторвешь. И при том, книги толстые, они разрываются. А на веревочках хоть вот такой толщины делай. Поэтому он просил, знал, что дальше. 12 марта, октября, Мартин, правильно, Мартин, на А. Молодые монахи в монастыре переписывали книги. У русских называется Мартин. Не знаю, Мартин всегда было. Ну давай, пускай. 15 октября, Лукьян, излучал еврейский язык и исправлял книги. 15 октября, Ефимий Новый, нашли еретическую книгу и сожгли ее. 24 октября, Михаил Тверской, переписывал книги, будучи в колоде, в плену. Мальчик же переворачивал страницы. 20 ноября, Евстафий, при аресте, идя на казнь, сказал, обращаясь к книгам своим. Обещаемся вам книги исполнить то, чему научились. Ухах. 7 декабря, Амброй Семидиоланский, писал книги своей рукой. 18 декабря, Севастьян. Зоя видела, что когда он говорил проповедь, перед ним стоял ангел и держал книгу, а он по ней читал. Вот откуда слова. 25 декабря, Евгения Корнилий присылал книги для служения. 29 декабря, Маркелл переписывал книги и продавал их по справедливой цене. 31 декабря, Миланя Римлянка переписывала и продавала книги. Плохо обрадовался, как что концовка. Как его хватило-то. Час 7 минут. Вот такая тема о книгах. Так, мы отрывать должны это. Так, теперь... Язык пересох в самом начале еще. Язык...